Брэйн Рингу Независимый арбитр, начальник отдела сервиса компании Михаил Маркевич С удовольствием представляю начальник управления делами ОАО БПС Сбербанк Совесть нашей игры Александр Бережнев Шикарнейшая группа поддержки Айс Гол Не менее шикарный диджей Зимон Ведущий и главный судья я, Леонид Кубрида Друзья, давайте вспомним, какие команды сражались в отборочных играх этого чемпионата мира За право сразиться в главном финале Это команда Моду, это команда города Гродно, это команда Финска, команда Смолеричей Команда Глобина, команда города Калининграда, команда Гомеля, Перезагрузка Столлин, Новоберец, команда Воложина, команда Еревана, команда Бисицка команда города Минска, команда города Риги, Латвия, Армения, Одесса, Могилев, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Давайте, давайте, поаплодируем. Я хочу напомнить, чемпионом сентября стала команда Ичири Шихер Азербайджан. Чемпионом октября команда детского журнала «Тридевятое царство» Республика Беларусь. Чемпионом ноября стала команда города Киева, Украина. И чемпионом декабря стала команда «Амика Сервис» Республика Беларусь. Мы тоже не стали мудрствовать лукаво. И я буду вызывать на ринг в той последовательности, в которой они выигрывали. За красный игровой стол. Я приглашаю на ринг команду Ичири Шихер Азербайджан. Азиз Муршудли, Ахпер Дадашлы, Саид Садыхов, Руфат Абдулла, Алексей Уланов. И капитан команды Нигяр Ибрагимова. Средний возраст команды 30 лет. Нигяр, а я вот тут подумал, а не взять ли вам микрофон? С удовольствием. Нигяр, вы знаете, последовательность, она скучна. Может быть, вы себе вытянете соперника? А может, я назову соперника? Что-что? Я не расслышал. Вытянуть или назвать? Вытянуть или назвать? Ну, как вам удобнее? Вот мне кажется, что команда Киева хочет у нас реванш взять. Я приглашаю за зеленый игровой стол команду города Киева. Украина. Вера Гаврюшина. Андрей Руденко. Ксения Накладова. Арсен Малиновский. Максим Русов. И капитан команды Владимир Идыгин. Средний возраст команды 31 год. Уважаемые команды, послушайте. Чемпионы будут награждаться подарками от партнера нашей программы БПС Сбербанка. Послушайте внимательно. Каждый игрок команды получит платежные карты. Мастер-карт Gold Pay Pass от БПС Сбербанка. Путешествуйте, бронируйте гостиницы, совершайте покупки в любой точке земного шара вместе с престижной платежной картой Мастер-карт Gold Pay Pass от БПС Сбербанка. Но и это еще не все. Телекомпания «Игра ТВ Бел» и телеканал ОНТ подарят каждому игроку команды чемпиона вот эти замечательные планшеты. То есть побороться есть за что. Уважаемые телезрители, мы проведем два отборочных и два финальных боя. Чемпионом мира станет команда, которая выиграет оба финальных боя. Если счет по боям окажется ничейным 1-1, то чемпиона определит решающий вопрос. Все бои играем до пяти очков. Красный игровой стол и через Шехер Азербайджан. Зеленый игровой стол. Команда города Киева, Украина. 0-0. Разыгрываем одно очко. Что, не погрешив против истины, могли сказать о себе только победители лондонских 1908-го и стокгольмских 1912-го года Олимпийских игр? Время. Кнопку выигрывает и через Шехер. Кто отвечает? Быстрее. Саид Садыхов ответит. Саид, слушаем вас. Быстрее, первая секунда. Что они первые в этом столетии. Вы покидаете Рим до конца боя. Вы дали неправильный ответ на первой секунде. 19 секунд думает команда Киева. Есть такая версия, что они могли сказать, что главное не победа, а участие. Я понял ваш вариант ответа. Уважаемая команда города Киева, я единственное не понял, почему вы так настойчиво считаете, что они должны были сказать какую-то олимпийскую фразу. Я не понимаю, этого не следовало в вопросе. Уважаемые телезрители, что, не погрешив против истины, могли сказать о себе только победители лондонских 1908-го и стокгольмских 1912-го года Олимпийских игр? Дело в том, что за всю историю Олимпийского движения только на этих Олимпиадах медали на самом деле были из чистого золота. И они могли сказать, я действительно получил золотую медаль. Вот в чем дело. Счет остается прежним 0-0. Команда Ичири Шикер оказывается в меньшинстве. ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». С заботой о будущем. На предыдущий вопрос правильного ответа мы не получили, поэтому мы сейчас разыграем не одно, а два очка. Уважаемые команды, назовите, пожалуйста, фамилию председателя первого Каннского фестиваля, прошедшего в 1946 году. Время. На кнопке «Киевляне» кто отвечает? Ксения Накладова. Итак. Предположим, что «Люмьер». 2-0. 2-0. Киев вырывается вперед. Ичири Шикер знали ответ, проиграли кнопку. 2-0. Киевляне ведут, и мы разыгрываем одно очко. Уважаемые команды, назовите главную причину, по которой в Бангладеш жители чаще, чем в других странах, пользуются голосовыми СМС. Время. Итак, третья секунда. Киев. Прошу, кто отвечает? Максим Русов. Да, Максим. Предположим, у них сложный алфавит, и просто текст набирать тяжело. 17 секунд у команды Ичири Шикер. Неграмотный. 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 Еще, давайте поговорим. Еще что-то. Бангладеш именно. Может, нет такой раскладки у них? Может, нет раскладки? А кто кладет? Они могут трансфитом набирать, да? Да, да, да. Неграмотный. 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 1-2. Ичири Шикер в меньшинстве. И пока уступает команде города Киева. А мы разыгрываем одно очко. Ветяеватый, на мой взгляд, вопрос буду читать вдумчиво-вкратчиво. Слушаем. Выдающийся кубинский этнограф Фернандо Ортис в своем эссе сравнивает одного с женщиной-белянкой, которая погибает, поглощенная жизненным водоворотом, а другого с мужчиной-мулатом, прах которого возносится ввысь. Назовите обоих. Время. Первая секунда. Ичири Шикер, неужели кто отвечает? Акпер, да дошли, ответили. Акпер, слушаю вас. Быстрее. Значит, это сахарный тростник и табак. Ничего себе! 2-2. Фернандо Ортис Кубинис в экономике страны. Экспорт табака и сахара играл важную роль. Сахар растворяется в воде, отсюда водоворот, а табак возносится ввысь вместе с дымом и пеплом. Ичири Шикер, вы иногда на простой вопрос. Просто вас клинит, а вот на такие вопросы вы как семечки. 2-2. И мы разыгрываем одно очко. Рыцаря Де Лануа, посетившего Новгород в 15 веке, поразила русская зима, а особенно животное хамелеон. А кто это был? Зайц. Время. На кнопке Киев кто отвечает? Ксения Накладова. Итак, Ксения. Ну, это, наверное, заяц, который беляк, русак, шкурку меняет в зависимости от времени года. Я не знаю, была ли у Киева эта версия сразу, но Азербайджан так громко выкликнул заяц, что других вариантов-то и не было. 3-2. Киевляне выбираются вперед. 3-2. И мы разыгрываем одно очко. Скажите, пожалуйста, кого капитан Матахару Акамура сравнил с пчелами? Время. Первая секунда. Итак. Акпер до Дашлы ответил. Акпер, прошу. Мы думаем, что это камикадзе. В чем аналогия? Как вы думаете? Они жалят и умирают. То есть они один раз наносят удар, и это все, что они могут сделать в этой жизни. 3-3. Это камикадзе. Жалят и умирают. Совершенно верно. 3-3. Это японские смертники камикадзе. Счет ничейный. И мы разыгрываем одно очко. Скажите, пожалуйста, в какую новость не сразу поверил Владимир Меньшов, так как она прозвучала в эфире, когда в Москве уже наступило 1 апреля? Время. На кнопке и через шахер. Азиз Маршутли ответит. Азиз, прошу. Фильм, который он снял, «Москва слезам не верит», получил премию «Оскар». Об этом сообщили ему, когда в Москве наступило 1 апреля, и он сразу не поверил. 4-3. И вот уже в одном шаге от победы. Оказывается, команда и через шахер. Давайте поддержим команду Киева. Давайте поддержим команду и через шахер. Она в меньшинстве. Я иду к защитнику интересов. Я иду к независимому арбитру. Александр, Михаил. Хорошие вопросы оба. Выберите из двух хороших вопросов самый лучший. О, наконец, разногласия. Вот это все-таки, да? Все-таки решают вот этот вопрос. Александру понравился вопрос в левой руке, Михаилу в правой. И Михаил настоял. Ну что ж, внимание. 4-3. Впереди команда и через шахер. И мы разыгрываем одно безумно важное очко. В общественных местах древней Вавилонии были установлены столбы, на которых были высечены законы царя Хамурапи. А причину, по которой их устанавливали, изящно сформулировали много веков спустя римляне. Как же они сформулировали? Время. Выигрывали кнопку и через шахер. Полная тишина. Нигер, кто отвечает? Ответит Руфат Абдулла. Руфат, слушаю вас. И только вас. Поближе микрофон, прошу вас. Моя профессия – историк права. Никто не может ссылаться на незнание закона. Никто не освобождается по той причине, не может быть освобожден от наказания по той причине, что он не знал закон. Закон в центре города. Не знаю, не знаю, не освобождай. Ответ. 5-3. И победу одерживает команда и через шахер. Азербайджан. Азиз Муршудли. Акпер Дадашвы. Саид Садыхов. Руфат Абдулла. Алексей Уланов. И капитан команды Нигяр Ибрагимова. Средний возраст команды – 30 лет. Мы поздравляем команду И через шахер с этой победой. Мы аплодируем команде Киева. Аплодируем не только за эту игру, а за прекрасную игру. На протяжении всего турнира команда И через шахер может присесть на трибуну и немножечко передохнуть. Для проведения второго отборочного боя я приглашаю за красный игровой стол команду Амика Сервис Республика Беларусь. Максим Мацута, Сергей Бибелевич, Сергей Башлыкевич, Александр Матюхин, Иван Топчи и капитан команды Никита Геер. Средний возраст команды – 28 лет. За зеленым игровым столом им будет противостоять команда детского журнала «Три девятое царство» Республика Беларусь. Елена Шибук, Алексей Гончаров, Владимир Михалченко, Евгения Гус, Андрей Прокошин и капитан команды Дмитрий Медведев. Средний возраст команды – 27 лет. Второй отборочный бой. Команда Амика Сервис – красный игровой стол, команда «Три девятое царство» – зеленый игровой стол. В принципе, только цвета столов их и отличают, потому что майки у тех и у тех белые. Итак, играем до пяти очков, разыгрываем одно очко. Что в своем стихотворении «Я начинаю год» Иосиф Бродский сравнивает с никому не нужным рыбьим скелетом? Время. На кнопке Амика Сервис. Сергей Почтокевич. Сергей. Старый календарит резной. Оторвали все листики, ничего не осталось. Вы дали неправильный ответ на первой секунде, вы передаете рейд до конца боя. 19 секунд у команды «Три девятое царство». А еще что-нибудь? Лисица, да, кто-то навешивает. Оставки «Три девятое царство». Я начинаю год. Что у нас еще в начале года? Играйский снивер. Ежедневник еще пустой. Пустой кошелек после новогодних праздников. Итак, 15 секунда, «Три девятое царство». Кто будет отвечать? Алексей Гончаров, «Трицет». Алексей, я вас слушаю. Я хочу верить, что это елка. То есть на Новый год поставили елку, повесили на нее игрушки. Праздник прошел, игрушки сняли, иголки осыпались, все грустно. 1-0. Конечно, рыбий скелет. На него, похоже, осыпавшаяся, бедная, несчастная новогодняя елка. 1-0. «Три девятое царство» вырывается вперед. Амика «Сервис» потеряла одного игрока. И мы разыгрываем одно очко. Тишина. В 1974 году по телевидению была показана миниатюра «Позорное пятно», написанное «Огней Барто». А история чего началась с этого показа? Время. «Я вас, я вас, я вас». Первая секунда. «Три девятое царство». Итак. Елена Шуботович. Елена. Журнала «Фитиль». Елена, вы дали неправильный ответ. На первой секунде вы покидаете ринг до конца боя. 19 секунд. Команда «Амика «Сервис». «Мне важно идти, не назывался. Хотели, но хотели. Еще. Погода, еще. Погода, напали, еще. Ребят, это четвертый год. Получи просто на счет. Клякс. Клякс. Фильм какой-то. Телевидер на нашу показать. Клякс. До войны еще были. Клякс. Ребят, мне кажется, да. Клякс. Итак, 19 секунды. Амика «Сервис». Отвечу на команду Никиты Геер. Мы все-таки считаем, что это киножурнал «Яролаш», который появился позже. Уважаемая команда «Три девятого царства». По ошибкам 1-1. Итак, 1-1. Абсолютно точно. Киножурнал «Яролаш». Правильный ответ. И мы разыгрываем одно очко. Клякс. 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 Уважаемые команды. Пропойте, пожалуйста, начало всем вам известной песни, которую пел экипаж лодки Тура Хейердала, отмечая переход из одной области Атлантики в другую время. Четвертая секунда. Амика «Сервис» жмет на кнопку. Кто будет петь, Никита? Попробую я. На трибунах вы знатно отличались пением. Да. Насколько помню первую строчку песни «Естедай», «Естедай». «О май трабл» – «Симс, ее фар-а-вэй». Извините за мой ирландский акцент. 16 секунд у команды Тридевятая Царь. Атлантика, это отгромы с этой смысл. Они международные. А «Америка» бай. Не-не-не, плохо. Не-не-не, плохо. Я больше. Когда это по времени? Ну, 70-е, наверное, 70-е. А еще откуда? И все верно в Юрдово там переверну. Итак, 18 секунда, Тридевятая Царство. Кто будет отвечать? Да, я опять не умею. Владимир Холоченко. Я попрошу тишину. В студии стоит какой-то странный непонятный гул. Владимир, я вас слушаю. Гуд бай, Америка, бай. Уважаемые команды, вы помните, была такая передача «Клуб путешественников». А вы помните, кто ее вел? Синкевич. Синкевич. Вот именно ее, именно ее экипаж лодки Турахи Ирдала и исполнял. Счет остается прежним. 1-1. Количество разыгрываемых очков удваивается. Поскольку на предыдущий вопрос правильного ответа мы не получили. И сейчас мы разыгрываем два очка. Тишина. Скажите, что шахматист Ашот Наданян назвал пнями шахматных фигур? Время. Накуновский Амико-сервис и... Ответь Максим отсюда. Максим. Допустим, шашки. 3-1. Он так назвал шашки. 3-1. Амико-сервис впереди. Я попрошу успокоиться удаленного игрока команды Амико-сервис. И мы разыгрываем одно очко. Тишина. На то, чтобы сделать это, хамелеону достаточно 0,07 секунды. То есть человеческий глаз за этим движением просто не успевает. Мы же с вами делаем это гораздо медленнее. Я попрошу сделать это. Время. Итак, вновь выигрывает кнопку команда Амико-сервис. 3-9-ое царство. Не ломайте стол, пожалуйста. Итак, кто будет показывать? Отвечаю я, игрок команды Амико-сервис Александр Матюхин. Это не очень прилично, но я покажу вам. Вы можете пояснить, что сделал хамелеон? Ну, хамелеон — животное, которое, я так припоминаю, питается различными насекомыми. И таким образом он добывает себе на пропитание насекомых. Он выбрасывает язык, ловит клейким концом этого языка муху, затягивает назад себе вовнутрь и ест. 4-1. 4-1. Амико-сервис. В одном шаге оказывается от победы в этом бою. Давайте поддержим команду 3-9-ое царство. Давайте поддержим команду Амико-сервис. 1-4. Но в брейн-ринге отыгрывали с таких счетов. Бог отыгрывал. Потребительские кредиты БПС Сбербанка стали еще более доступными. Ставки снижены. БПС Сбербанк. Нам важно, что вам важно. Реализуйте задуманное вместе с нами. Итак, 1-4, и мы разыгрываем одно очко. Полная тишина в студии, предельное внимание секундантов. В стихотворении Евгения Долматовского упоминается, что там трубит темный рок, и мы чуем ветерок, который служит хорошим вестником. А где это там? Время. На 19-й секунде рискует 39-е царство. Кто будет отвечать? Дмитрий Медведев. Давайте я попробую ответить, потому что все равно у нас ничего не было хорошего. Но если весть эта хорошая, может, в конце тоннеля? Нет, где это там? Там это в тоннеле. Конец тоннеля. Целая огромная секунда есть у команды Мика Сервис. Итак, Никита, Гейр, кто отвечает у вашей команды? Вам вообще ответит. Ну вот Сергей Дубилевич говорит, что это поэт времен войны. Возможно, хорошее вести издавал радиоточка или громкоговоритель, то есть радиоприемник. Я понял. Я понял. Спасибо. В стихотворении Евгения Долматовского упоминается, что там трубит темный рог, и мы чуем ветерок, который служит хорошим вестником. Я цитирую, уважаемые телезрители. В метро трубит тоннеля темный рог, как вестник поезда приходит ветерок. Счет остается прежним. 4-1 на предыдущий вопрос. Правильным ответом мы не получили. Количество очков удваивается. Если сейчас ответит тридевятое царство, они вплотную приблизятся к лидеру этого боя, команде Амика Сервис. Амика Сервис, если отвечает, то все, бой закончен. Итак, мы разыгрываем два очка. Американский актер Джефф Бриджес рассказывал, как еще в подростковом возрасте они с братом инсценировали драки между собой перед супермаркетами. А как Джефф с братом понимали, что их драка была убедительна? Время. На кнопке тридевятое царство. Евгения Гус. Евгения. Допустим, приезжала полиция. То есть, если приезжала полиция, значит убедительная драка. Значит, им поверили, да. 4-3. 4-3. И тридевятое царство практически нагоняет своих соперников. В одном шаге они оказываются от команды Амика Сервис, которая пока по-прежнему впереди со счетом 4-3. Итак, мы разыгрываем одно очко. В сборнике пословицы русского народа Владимира Даля есть поговорка «Писано на решете с подкладкой полотенца». А что это означает? Время. Итак, третья секунда, тридевятое царство. Кто отвечает? Я сам попробую ответить. Может быть, это означает... Я сам это кто? Капитан команды Дмитрий Медведев. Может быть, это означает неразборчивый почерк. 4-4. И команда тридевятое царство сравнивает счет. Вот так вот. С 1-4 команда отыгрывается. Да, 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 да. Это брейн ринг. А я говорил. Отыгрываются еще как. 4-4. И вот она кульминация этого боя. 4-4. Я иду к Михаилу, к Александру. Иду к вам. Ох, дела у нас творятся. Итак, вновь два вопроса. Вам предстоит выбрать. Вот этот. Итак, внимание. Внимание. Уважаемые команды. 4-4. И мы разыгрываем одну очко. Сейчас команды будут отвечать на вопрос, который выбрал Михаил и Александр. До революции в России во время выпечки хлеба вся мука делилась на две категории. Одна из них называлась Решетная. А вторая. Время. Выигрывает кнопку Амико-сервис. Тишина. Тишина. Кто отвечает? Сергей Дубелевич. А вторая называлась Ситная. 5-4. И победу на кнопке одерживает команда Амико-сервис. Беларусь. Максим Мацута. Сергей Дубелевич. Сергей Башлыкевич. Александр Матюхин. Иван Топчин. И капитан команды Никита Геер. Средний возраст команды. 28 лет. Давайте поаплодируем команде Тридевятое Царство. Давайте поаплодируем Дракону, который за них очень сильно переживал. И давайте поаплодируем команде Амико-сервис. Ну что ж, самое время перевести дыхание. И я объявляю музыкальный тайм-аут. Сегодня в музыкальном тайм-ауте. Замечательный человек, мой хороший знакомый. Александр Соловухов. Встречаю. И все сделают вот так. А еще выше, ребята. Здравствуй, чужая милая. Да, что была моей. Как же мне не любить тебя до самых последних дней? Жалко, что не смогли мы, не сперекли с тобой. Все, что зовут любовью, что стоит нам в жизни той. Прошлое небо относится и не поможет слеза. Поцеловать не хочется, дочке твоей глаза. Вместе попробуем. Прошлое небо относится и не поможет слеза. А громко можете? Поцеловать не хочется, дочке твоей глаза. Правый сектор, сделай его. Да. Здравствуй, чужая милая. Радость мечты моей. Мне же не разлюбить тебя до самых последних дней. Более небо относится и не поможет слеза. Боже, о ней придется нам пожалеть весной. Вместе, друзья. Прошлое небо относится и не поможет слеза. Поцеловать не хочется, дочке твоей глаза. Я не слышу вас. Прошлое небо относится и не поможет слеза. Поцеловать не хочется, дочке твоей глаза. Ручки! Вот уже поистину уникальная песня. Сколько лет пою, везде одна и та же реакция. Я думаю, что петь я, я буду до конца дней своих. А жить мне 99 лет. Так или нет? Приготовьтесь, будет петь громко-громко На весь бывший Советский Союз и... Прошлое небо относится и не поможет слеза. А громче можете? Поцеловать не хочется, дочке твоей глаза. А еще разок и... Прошлое небо относится и не поможет слеза. Поцеловать не хочется, дочке твоей глаза. Поцеловать не хочется, дочке твоей глаза. Поцеловать не хочется, дочке твоей глаза. Руки! Здравствуй, чужая милая. Здравствуй, чужая милая. Здравствуй, чужая милая. Здравствуйте, родные и милые. АПЛОДИСМЕНТЫ Партнер нашей программы – ППС «Сбербанк». За красным игровым столом – команда «Амико-сервис» Республика Беларусь. Максим Маркута, Сергей Губилевич, Сергей Башлыкевич, Александр Матюстин, Иван Топчий и капитан команды Никита Геев. Средний возраст команды – 28 лет. Для проведения двух финальных боев я вызываю на ринг за зеленый игровой стол команду «Ичири Шихер» Азербайджан, Азиз Муршудли, Ахпер Дадашвы, Саид Садыхов, Рубак Абдула, Алексей Уланов и капитан команды Никяр Ибрагимова. Средний возраст команды – 30 лет. Уважаемые телезрители, сейчас мы проведем два финальных боя. Победителем игры и обладателем титула чемпиона мира по брейн-рингу станет команда, которая выиграет оба финальных боя. Если счет по боям будет 1-1, чемпиона мира определит один решающий вопрос. Уважаемые команды, я попрошу секундочку тишины. И сейчас, по сложившейся у нас традиции, я попрошу все команды встать. Дорогие друзья, я снимаю шляпу перед каждой из здесь присутствующих команд. Я считаю, что любая из тех команд, которые находятся сейчас здесь, могла оказаться за этим столом. Но игра есть игра. И случилось именно так, что сейчас за столом находятся эти две команды. Вы все огромные молодцы. Вы цвет нации. Вы то, что достойно подражания для наших детей. Говорю это абсолютно искренне. И я всем вам аплодирую, и вы аплодируете сами себе. Спасибо вам большое. И тем не менее, игра есть игра. В финале за зеленым игровым столом оказывается команда Ичири-Шахер, Азербайджан. За красным игровым столом команда Амика-Сервис, Республика Беларусь. Играем первый финальный бой. Счет 0-0. Игра идет до пяти очков. Разыгрываем одно очко. И пусть победит сильнейший. Са-ре-га-ма-па-дха-ни-са. Это по-индийски. Произнесите то же самое. По-нашему. Время. На кнопке Ичири-Шахер, кто будет произносить? Акпер Дадашлы. Акпер, прошу. Эверест. Вы покидаете Риг до конца боя. Вы дали неправильный ответ на первой секунде. Амика-Сервис, думай, 17 секунд. Все, я читал дискуссию. На восьмой секунде Амика-Сервис жмет на кнопку. Итак. Сергей Добелевич. Итак, Сергей. До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. Уважаемые телезрители. Са-ре-га-ма-па-дха-ни-са. Это по-индийски. А по-нашему. До-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. 1-0. 1-0. Амика-Сервис вырывается вперед. И мы разыграем 1 очко. Скажите, пожалуйста, команды, кто, согласно шуточному заявлению австралийских ученых, пропагандирует среди детей ожирение и превышение скорости? Время. И вновь на первой секунде Амика-Сервис. Это Санта-Клаус. Ожирение. Ну, он такой пухленький. А превышение скорости. Догоняет на санях, как лихач. Носится прям лихач. За сутки столько лет. 2-0. Амика-Сервис выходит вперед. Ищери-Шехер. Соберитесь, соберитесь. Не успейте оглянуться, как все закончится. 2-0. И мы разыгрываем 1 очко. Перед показом фильма «Белое солнце. Пустыня» в Марокко друзья решили пошутить над актером Анатолием Кузнецовым. А по какой причине, согласно шутке, король Марокко отменил демонстрацию киноленции? Время. И вновь первая секунда, и вновь Амика-Сервис. Итак. Максим Мацутов. Да, Максим. Допустим, правителя Марокко зовут Абдулла, так же, как и главного злодея. Вы покидаете ринг до конца боя, вы дали неправильный ответ. На первой секунде 19 секунд думает и через шипер. Кажем были такие же, как в фильме «Глючата» или «Глючата». Может быть, да, еще еще. Не может быть «Глючата» там, не может быть там «Глючата». А как над ним хотели подшутить? Может, закапывали там кого-то. Может, в каком место женщин туда посадили? Закапывали. А с верблюжей мочой, с водой что-то такое? Мужчина была похожа на то, что там было. А вот закопали. Саид, кого-то звали. Итак, 18 секунда. Еще и шипер. Нигер, кто отвечает? Капитан команды. Быстрее. Кто отвечает? Попробую ответить я, капитан команды Нигер Ибрагима. Вот команда настаивает, что имена жен совпадали с именем короля Марокко. С именем жен короля Марокко. Я понял. Ну, я могу ошибаться, но мне кажется, правильный вариант у вас был за столом. Во всяком случае, обрывки слов я слышал. Уважаемые телезрители, перед показом фильма «Белое солнце пустыни» в Марокко друзья решили пошутить над актером Анатолием Кузнецовым. А по какой причине, согласно шутке, да, король Марокко как бы отменил демонстрацию киноленты? Дело в том, что, согласно этой шутке, король Марокко решил отменить показ «Белое солнце пустыни», потому что у главного героя фильма жен было 9, а у короля всего лишь 2. Вот поэтому 2-0, впереди Амико-сервис. ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» с заботой о будущем. На предыдущий вопрос правильного ответа не прозвучало. Количество очков убоилось. И вот какая интересная ситуация получается. И Чириши Хер, если сейчас отвечает Амико-сервис, они окажутся в одном шаге от победы в этом бою. Вам надо Крофизносу отвечать, и вы тогда счет сравняете. 2-0. Амико-сервис ведет, и мы разыгрываем 2 очка. Согласно афоризму Стивена, люди не должны испытывать каких-либо ограничений из-за своих телесных недостатков, пока они сильны духом. А назовите фамилию Стивена. Время? Фальстарш у команды Чириши Хер. Все, Стивен Хокинг, вы приняли. Ну, вы все сказали. 4-0. 4-0. И вот в одном шаге от победы в первом финальном бою окажется команда Амико-сервис. Я настаиваю, чтобы вы поддержали команду Ичири Шехера. Она в меньшинстве. Я иду в независимую арбитру, в совести нашей игры. Давайте будем выбирать. Итак. Внимание. Команда Ичири Шехер. Я знаю, что совесть нашей игры и защитник интересов не симпатизируют никому, они за хорошую игру, но вот подспудно где-то они должны вам помочь. Все-таки 0-4. Итак, разыграем одну очко. Французская пословица утверждает, что таким людям принадлежит будущее. А согласно русскому аналогу, им достается милость Всевышнего. А с кем мы обычно сравниваем таких людей? Время. Друзья, битая, не битая. Уже татарина, что здесь со мной. Нет, дети. С кем сравнивают? Нет, с кем сравнивают. Что принадлежит будущее? Ленивые. С кем? А с кем? Глупые. Глуплённые, которые сейчас с кем сравнивают. С кем сравнивают. С кем сравнивают. Кто-то, 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 кто-то муж и жена. Ладно, сатана. Ничего хорошего нет, так вы мужа с женой сюда. Нет, сатану. Сатана не олень. Сатана не олень. Уважаемые телезрители, поскольку команда Ичири Шехер не может ответить, я озвучиваю правильную версию. Французская пословица утверждает, что таким людям принадлежит будущее. А согласно русскому аналогу, им достается милость Всевышнего. Если для вас, Иван, Всевышний – это сатана. С кем мы обычно сравниваем таких людей? Русская пословица гласит, кто рано встает, тому Бог подает. А мы таких людей ассоциируем с жаворонками. Счет остается прежним. 4-0. На предыдущий вопрос правильного ответа мы не получили. Количество очков удвоилось. И мы сейчас разыгрываем 2 очка. Российский литературовед Михаил Гаспаров говорил, «Мне долго не удавалось понять, что значит понятие нравственность. А какая строчка из детского стихотворения помогла ему найти точный ответ?» Время. Выигрывает кнопку Амико-Сэрис. Александр Матюхин. Да, Александр. Что такое хорошо, что такое плохо. 6-0. И победу в первом финальном бою одерживает команда Амико-Сэрис. Республика Беларусь. Максим Масута, Сергей Дубелевич, Сергей Башлыкевич, Александр Матюхин, Иван Топчий. И капитан команды Никита Геев. Средний возраст команды. 28 лет. Нигяр. Я не думаю, что вы сдались. Конечно, нет. Я уверен, сейчас вы будете бороться. И еще как. Давайте поддержим команду Ищи Иши Хер. Давайте поддержим команду Амико-Сэрис, несмотря на то, что она впереди по финальным боям 1-0. Как я уже и сказал в дебюте этого боя, пускай победит сильнейший. Уважаемые телезрители, по финальным боям Амико впереди 1-0. Мы начинаем второй финальный бой. 0-0. Играем до пяти очков. Разыгрываем одно очко. Все, пофиг. Играем. Играем. Все, думаем. Каким видом спорта занимались в кружке «Моряк на все руки», который был создан в середине позапрошлого века в Петербурге? Время. Амико-Сэрис жмет на кнопку. Ну, Никита, кто отвечает? Сергей Башлякевич. Сергей, я вас слушаю. Вот в Ашмянском доме пионеров когда-то была такая вещь, как судомоделирование. Занимались спортом таким ребята. Я, к сожалению, не ходил, но, может, кто-то ходил. Какая параллель между кружком «Моряк на все руки» позапрошлого века в Петербурге и Ашмянами? Не, ну, по времени параллели нет. По времени они застыли примерно в это? Нет. Я не понимаю. Лошадь ве. Нет, то, что люди там не хуже, чем в потом-то веке в Петербурге. Итак, каким видом спорта? Простите. Вид спорта – это спортивное судомоделирование. Я понял. Уважаемые телезрители. Каким видом спорта занимались в кружке «Моряк на все руки», который был создан в середине позапрошлого века в Петербурге? Ну, чем может заниматься моряк, который много работает руками? Конечно же, греблей. Занимались греблей? Что-то остается прежним. Ну, на предыдущий вопрос правильного ответа мы не получили. Количество очков удваивается. Михаил, Александр, я прям не хочу от вас отходить. Итак, давайте. Вот этот. Итак, внимание. Вопрос ценой в два очка. В финском языке слова часто образуются соединением двух других слов. Так, например, «пойка» по-фински – «мальчик», а «миес» – «мужчина». А переведите с финского слово «пойка-миес». Время. На первой секунде и через шахер кто отвечает? Акпер до дошли попробует. Прошу, Акпер. Может быть, юноша. Акпер, вы дали неправильный ответ на первой секунде. Вы передаете ринг до конца боя. 19 секунд у команды «Амико-сервис». Это синонимы. Хорошо. Мальчик, мужчина. Если рядом, мальчик. Жених. Жених, мужчина. Карлик. 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 Мальчик. Мальчик, может быть, и у женщин. Слов карлик бывает. Да, мужчина, мужчина, мальчик. Или карлик нет. А, мужчина, мальчик. Мальчик, лучше, чем сын, наверное. Итак, 18 секунда. Амико-сервис. Да. Кто? Отвечая к танкам команды Никита Гейр, предположим, что это человек невысокого роста, если одним словом карлик. Вот туда вы зашли. Уважаемые телезрители, пойка, по-фински мальчик. Миес, мужчина. Переведите с финского слова пойка-миес, то есть с виду мужчина. А обязанностей, как у мальчика, это холостяк. Пойка-миес, это холостяк. Счет остается прежним. 0-0. На предыдущие два вопроса мы не получили правильного ответа. И вот мы разыгрываем три очка. Уважаемые телезрители, три очка в финале. Представляете себе, второй финальный бой, три очка. Вот сейчас ни одна команда не отвечает. И чего будем делать? Итак, внимание. Разыгрываем три очка. В древности у славян существовал обычай, в соответствии с которым специально варилась слабоалкогольная медовуха, пить которую надо было в течение следующих 30 дней. А кому предназначался этот напиток? Время. Кто выигрывает Амика Сервис, кто отвечает? Отвечает Сергей Башлыкевич. Прошу. Он предназначался для молодоженов. Оттуда пошло название «Медовый месяц». Оттуда пошло название «Медовый месяц». 3-0. Иши-Ши-Ши-Хер уступили на кнопки. Знали, знали, знали же ответ. Ну, уступили. 3-0. Амика Сервис. Второй финальный бой. Давайте Иши-Ши-Ши-Хер поддержим, поддержим. Ну, давайте, поддержим. Не вините. И мы разыгрываем. Одно очко. В начале 20 века на российских железных дорогах линейный сторож, нашедший лопнувший рельс и своевременно заявивший об этом награждался тремя, либо же пятью рублями. А от чего зависела эта сумма? Время? На первой секунде Иши-Ши-Хер кто? Руфат Абдулла. Руфат, прошу. Тишина? Нет. У Чехова есть такой рассказ. Если трещинка маленькая и не опасная, то 3 рубля. Если опасная, то 5 рублей. Поэтому они ждали, пока трещинка увеличится и так приводит к авариям. Руфат. От размера трещинки. Я понял. Руфат, мне очень печально. Но вы покидаете ринг до Комсомолова. Вы дали неправильный ответ на первые секунды. С 19 секунд команды Амика-Сервис. Сколько будет, как скоро будет поезд? Один нашел или с кем? Если поезд или до. Один или с кем? После пятки каких-нибудь дюймов. Почему? По размеру монетам. А, вот если у вас идет. Это что же? Может быть? Там же не монеты. Это с ЧАЭгнацией. 19 секунда. Полная тишина. Полная тишина. Амика-Сервис. Никита Гейр. Кто у вас будет отвечать? Отвечаю, кто на команды Никита Гейр. Версий много. Выберу хоть более-менее логическую. Например, они получали больше денег, если нашли трещину до того, как проехал поезд. Ну да. Версия всем версиям версия. Уважаемые телезрители. В начале 20-го века на российских железных дорогах линейный сторож, нашедший лопнувший рельс, Руфат, сразу нашедший лопнувший рельс, не трещинку, рельс уже лопнул. В условиях это задано. И своевременно заявивший об этом награждался тремя, либо же пяти рублями. От чего зависела эта сумма? Дело в том, что три рубля выплачивали, если сторож находил лопнувший рельс, днем. А пять рублей, если он находил эту же неисправность ночью. Счет 3-0. Впереди Амика-сервис. ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь». С заботой о будущем. Счет 3-0. Впереди Амика-сервис. И мы разыгрываем два очка. Играем. Опытные музыканты советуют. Есть одна единственная примета, по которой можно безошибочно определить, когда надо начинать аплодировать на симфоническом концерте. А что это за примета? Время? Поворачивается. Первая секунда. Амика-сервис. Сергей Доблеевич, свою версию. Просту. Возможно, хлопать можно начинать тогда, когда к зрителям разворачивается дирижер. И победу одерживает команда Амика-сервис. Республика Беларусь. Максим Масута, Сергей Добелевич, Сергей Башлыкевич, Александр Матюхин, Иван Топчий и капитан команды Никита Геяр. Средний возраст команды. 28 лет. О, команда Амика-сервис получает призы от партнера Брейн-ринга БПС Сбербанка. Ребята, потом будете обниматься. Призы. Вот они ваши. Идите, забирайте. Информационный партнер проекта «Комсомольская правда в Беларуси» дарит чемпионам замечательные книги из новой коллекции «Великие поэты». Телекомпания «Игра ТВ Бел» и телеканал ОМТ дарят каждому игроку команды чемпиона вот эти планшеты. Мы еще раз поздравляем чемпионов мира. Михаил Маркевич и Александр Бережных прощаются с вами. Дорогие друзья, я от имени всех в студии поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Счастье, здоровье, берегите себя. Самое главное, не болейте. Всем родственникам привет. Вел бои на ринге Леонид Куприда. Встретимся очень скоро, я в этом уверен. Пока! Вел бои на ринге Леонид Куприда. Чемпионы! Мы забудали слова, как ветер волосами твои. Поехали! Там, где зрели наград зеленый, где кусты и тополя, и клены наши бережно хранят. Да! Тайны там еще вчера жила любовь. Там, где зрели наград зеленый, я под окнами бродил влюбленный. Там, где зрели наград раненый, там еще вчера жила любовь. Да! Еще жива моя любовь. Но все-таки, друзья, я не понял, где же руки? Там, где зреет виноград, друг друга повстречали мы. А еще выше, мальчишки и девчонки. Там, где розовый закат касается морской волны. Там, где зреет виноград, звучали наши голоса. Там, где зреет виноград зеленый, где кусты и тополя, и клены наши бережно хранят. Там, где зреет виноград зеленый, я под окнами бродил влюбленный. Там, где зреет виноград раненый, там еще вчера жила любовь. С Новым годом, дорогие друзья, с Наступающим! Ребят, поздравляю вас с победой! Там, где зреет виноград зеленый, где кусты и тополя, и клены наши бережно хранят. Там, где зреет виноград зеленый, я под окнами бродил влюбленный. Там, где зреет виноград зеленый, там еще вчера жила любовь. Наливай! Там, где зреет виноград зеленый, где кусты и тополя, и клены наши бережно хранят. Там, где зреет виноград зеленый, я под окнами бродил влюбленный. Там, где зреет виноград зеленый, я под окна с теткой, и клены наши бережно хранят. Ребят, поздравляю вас с победой! Еще жива моя любовь. Я беру твою любовь!